Это первая задача наша, потом дальше будем решать. Значит, у нас с вами несколько, несколько тел, 9 тел, 9. Это физическое тело, физическое тело. Это эфирное тело, которое обслуживает физическое тело. Эфирное тело напрямую связано с окружающим миром, через него энергия поступает, является аккумулятором энергии, которая питает тело физическое. Дальше идет астральное тело, ментальное тело, дальше тело причин, казуальное тело, потом душа, дух идет. Понимаете? И кончается это уже космическое тело. Я потом отдельно мы эти тела будем разбирать. Я не хочу, космическое почему, я на нем хочу остановиться. Почему космическое, чтобы вы поняли. Вот он человек, да? Вот он человек. Вот он человек, вот его аура. Так вот, космос-то бесконечен, мы же в космосе живем. Почему космическое? Потому что самая тонкая часть, она уходит до бесконечности, она уходит до конец Вселенной. Человек связан со Вселенной до ее границ, но в своей вибрации. Мы настолько могущественные, представляете, что мы являемся энергоцентралью определенной вибрации, которая уходит на границы Вселенной. Вот она граница Вселенной где-то, да? Вселенная продолжает разбегаться, так и наше тело тонкое космическое находится на границе. Вот почему настоящие космические цивилизации, они информацию берут со всей Вселенной. Вся Вселенная, обратный процесс, информационное поле уходит на человека, он переходит в правое полушарие, правое полушарие перебрасывает информацию в левое полушарие, левое полушарие что делает? В лексику переводит, потому что иначе наше сознание не примет информации, но и наше подсознание принимает информацию астрального плана. Бывает, вот особенно женщины хорошо чувствуют, вот женщина чувствует беду, например, она чувствует, она более чувствительна, чем мужчина, да? Женщина имеет очень большую интуицию, вы, наверное, знаете про это. Да и мужчина тоже, будь здоров, многие очень хорошей интуицией владеют. Что это? Это как раз считывание, он не может понять, он не может перевести в лексику что-то, зато он четко осознает какую-то либо радость, либо беду, понимаете, либо беду. А в лексику никак не перешло. Я хочу немножко остановиться вот на чем. По закону равенств, по закону равенств, я потом буду законы эти рассказывать, а каждый закон отдельно. Вот ты общаешься, например, с животным, ты общаешься с камнем, ты общаешься со строением каким-то, тебе нужно сочетать информацию, отдать ему информацию, а информационный обмен. Я говорю не о сумасшедшем доме. Я говорю о звездной ведийской цивилизации. Я говорю о наших предках. Как они это? Ну, тут нет у меня сидячих. Ну, есть, наверное, один человек, который знает. Последний раз я с волками разговариваю. Пришли волки на базу, два вот таких здоровых, стоят там до стены. Собаки на них лают. Парни в ужасе. Темно, ночь. На снегу их видно. Я вышел без оружия, без ничего, подошел. Говорю, ну что вы стоите? Что случилось-то с волками? Парни на меня как на идиот. А я с ними разговариваю. Видите, помнишь это, да? Ну, он знает, ему это говорили, ребята. Я с ними разговариваю. Что вы пришли? Будьте спокойны. Мы пришли сюда. Вот это наша база. Я им все рассказываю, как людям. Эти на меня смотрят, скажут, свихнулся. Потому что что, они понимают? Конечно, волки ни одного слова не понимают. Они ни одного слова не поняли. Но они рычат, стоят со мной, общаются. Они рычат, даст полный достоинство. Собаки там в стороне. Они рычат, на меня смотрят. Здоровые там. Вот такие вот следы, как у лошади. По снегу. Поговорили. Ладно, вы домой. Мы домой. У нас мир. Мир. Вечный мир. Все нормально. Они ушли. Парник, они подходят. Ты что, с ума сошел? Я говорю, ты не сошел с ума? Ну, отпустите собаку. Ни одна собака не пропадет. Ни одна скотина задавлен не будет. Ни одна птица не будет унесена. У нас мир с ними навсегда. Они будут нам охранять. Вот нашу территорию будут они охранять. К нам никто не подойдет. Чужой. А мы будем им помогать. Если у них будет голод, будем давать нам рыбу или что. И вот мне пришло часа два им объяснять, почему вот состоялся этот диалог. Потому что в этот момент ты что делаешь? Ты по закону Райенс переходишь в их чистоту. Как? Ты сам себя волком представляешь. Слова? Слова, да? Ни при чем. Ты, когда с ними разговариваешь, ты просто настраиваешь себя на волну, астральную волну в их чистоту. Ты передаешь информацию, ты говоришь это все себе. Они не понимают ни одного слова, но они считывают твой астральный план. Они четко понимают, что ты хочешь, что ты им говоришь, что ты от них желаешь, чтобы они вели себя как-то. И ты говоришь то, что вот их касается, что мы здесь не грабители, не убийцы, мы друзья. Все это они спокойно считывают, уходят, и у нас был мир. Там лет пять или шесть на этом месте жили. Волки только мимо нас пройдут, посмотрят на нас, мы махнем, они ушли, и все. Взять и тишина. Собаки наши ходят, рядом лавят на собря, там еще на кого-то. Вот посмотрел, ушел. А попробует его обидеть. Все собак задавит, всех животных задавит. То есть это будет смерть кругу. Это пример, как человек может по закону равенств, по закону частот, войти и через астральный план общаться. То же самое можно опуститься на уровне чистоты камня, на уровне чистоты какого-то строения, на уровне чистоты дерева, наконец-то подходит. А деревья очень продвинутые. Это другой мир, но они очень продвинутые. Они с творцом напрямую. Они в нем. Поэтому ты подходишь к дереву, ты общаешься с деревом. Он тебе такой, это или дуб, или клен, или кедр. Он тебе столько информации перебрасывает, что в уму непостижимо. Почему друины 20 лет учились, чтобы стать друином, чтобы общаться с деревьями и с растениями? Это все реально. Это только сатанинская цивилизация, все отбросила. Мы вырубаем миллионы гектаров деревьев просто так. И переводим их куда? В деньги. На самом деле, все это было не так. Срубается дерево, берутся семинары, сеются, дерево никуда не исчезает, оно уже идет семинар. Все. Деревья другие вырастают, и полная гармония. Надо это понимать, но наш мир этого не понимает. Теперь насчет общения. Я вам сразу скажу, это все подсознание. Ребята, через подсознание все. Касается это только через подсознание. Сейчас поймете почему. Потому что подсознание создает условия для общения. То есть, что получается? Подсознание этих волков, подсознание камня, подсознание чего-то, того же дерева, и твое подсознание на уровне частот, ты опускаешь частоту свою до уровня вот их, и через подсознание идет связь. И через подсознание перегоняешь информацию. А является переносчиком, мостом, астральный план, то есть, наше чувственное восприятие. И тебя понимает и слышит все. Все. Ну, ладно, вот у Покрышкина, я помню, читал, в Нибироли, там один случай интересный. Упал наш истребитель на лед финского залива, какие-то бегут к нему в белых калатах солдаты. Что делать? Он решил не сдаться. Думал финны. Достает ТТ, передергивает затвор. Хлоп, песок. Не работает. Он еще раз. Все восемь патронов хлоп-хлоп, все упали на снег. Прибегает русский. Он за дочь посидел этот ледчик. Он помог восемь раз себя ухлопать. Он берет эти патроны, закладывает в обувь, затолкал, бак-бак-бак-бак-бак-бак, все выстрелили. То есть протест, протест пистолета, пистолет, он же на уровне энергии, он знает, что это русские бегут. Это человек не знал. А этот-то знал, он более продвинутый, этот предмет, да? Он просто отказался слушать, зачем убивать? То есть иногда, иногда предметы, иногда вещи, они становятся друзьями. А бывает врагами становятся. И такое может быть. Понимаете? Как ты будешь себя вести? То есть я вам интересные вещи рассказываю, да? Сказки? Это не сказки. Это серьезные вещи. Нужно понимать. Теперь общение с Творцом. Творец сколько уровней? Мы знаем всем, да? Можно с Чернобогом общаться. Это ваше дело. В нас находится и Чернобог, его центр, он просто находится в другом месте. О нем кто не говорит. Но он тоже, это ядро существует, и в нас тоже. То есть ты что? Ты настраиваешь свой центр на чистоту Творца. На чистоту его центра. По закону равенства, мысленно, настраиваешь, на астральном плане, в чистоту входишь, общение с определенным центром, который находится вокруг нас. В какой-то обероне. И обращаешься, допустим, на Перуна, обращаешься на Велеса, обращаешься на Ладу, например, да? Но центр Лады, его легко настроить, это сердце. Это сердечный центр, ядро сердечное, заставить его работать, это легко. Если ты любишь кого-то, всерьез, ты вот через любовь, ты можешь выйти на любой центр. В эту чистоту вошел, получил информацию, передал информацию. Я вам просто, наверное, такие ужасы рассказываю, такие сказки рассказываю, что вам, может быть, кажется, что это я того, свернулся. Но на самом деле, это все реально, это все работает. Это все проверено сто раз. Даже можете посмотреть литературу, даже японскую литературу. Есть такие мастера японских мечей, которые свои мечи ковали, но никому отдать не могли и продать не могли. Потому что эти мечи принадлежат только мастеру и все, мастеру служат. А этот меч он продает и дурбит хозяина. Либо ногу, либо руку отрубит. Падает по башке, падает по ноге, еще что-то. То есть, брать его в руки страшно. Он начинает рубить сам хозяина. Он вот берет кузнец этот меч, меч его слушает. Как будто передал все. Он упирается, не хочет служить. Нравится ему тот его со зла. Ну нравится. И что тут сделать? Ничего. Такие проклятые мастера есть в Японии. Читайте книги, все это есть.